Напишите, пожалуйста, в чате, кто пришел. Меня видно, меня слышно. Плюсики есть. Сегодня, конечно, не самый удачный день для проведения вебинара. Сегодня, во-первых, суббота, и во-вторых, закрытие каталога. И, в-третьих, такого каталога, который решает очень многое для некоторых людей. Сегодня последний день для квалификации новичков в Хорватию. И сегодня последний день для квалификации менеджеров, вернее, директоров в Мадрид. Поэтому сегодня так, нас сегодня мало собралось. Ну, давайте тоже быстренько-быстренько, потому что тоже у нас закрытие каталога. Некогда очень сильно тут рассиживаться, разжелывать. Итак, начнем. Меня зовут Татьяна Касаткина. По-моему, сегодня тут все люди не новички. Я старший менеджер компании «Арифлейм» квалификации директора. И сегодня буду рассказывать вам о сути бизнеса, которой мы все здесь занимаемся. Это компания «Арифлейм». Это бизнес 21 века. Вообще, сетевой бизнес – это бизнес 21 века. И именно сейчас, в наше время, наверное, вы заметили, но я, по крайней мере, точно заметила, он как раз начинает приобретать именно те очертания, какие вообще заложены в сетевом бизнесе. То есть это не то, что как в 90-х годах бегали тетки с какими-то сумками, с котомками, а именно вот так, что это бизнес человеческий, бизнес человеческих отношений, что это здесь, ну мы здесь, в принципе, даже не столько получаем, ну получаем, конечно, деньги, зарабатываем, но очень большой колоссальный личностный рост. Вот я уже с многими знакома, да, кто здесь находится, кто в нашей команде уже несколько лет. Те, кто вообще в сетевом маркетинге развивается, это люди, они стоят на месте, они всегда в развитии, они всегда улучшают свое качество жизни и вообще улучшают себя. То есть посмотрите, какие у нас здесь вообще классные люди, так надо всех похвалить, себя в том числе. Так, и так, давайте уже приступим к делу. Если вообще рассмотреть нашу жизнь со стороны, как бы, в фокусе денежного потока, мы все люди, зарабатывающие, делимся на 4 квадрата. То есть мы можем работать, в принципе, в 4 таких вот квадратах, квадратах, квадратах денежного потока. Это понятие ввел Роберт Киосаки. Кто еще его не читал, обязательно почитайте. Вот, допустим, левый... Так, здесь, знаете, как можно сделать сейчас? Сейчас посмотрю. Изучаю еще эту комнату вебинарную. Левый верхний угол – это рабочий. То есть это большинство людей, кто работает у нас по найму, за зарплату, за отпускные, за больничные. То есть вот это то, что нам дает, в принципе, государство, дают частники, частные фирмы. Но это, по сути дела, в принципе, стабильный заработок, и 80% людей как раз находятся именно в этом квадрате. Но, опять, получается, зависимость от работодателя, зависимость от компании, в которой вы работаете, и зависимость от зарплаты тоже вы выше потолка все равно не прыгнете. Даже если вы дослужитесь, допустим, ну, пришли вы рабочим на завод и дослужились до директора, у вас все равно какое-то ограничение в зарплате есть. То есть вы не можете получить больше, чем вы хотите. И вот это такая, ну, по сути дела, да, каждый месяц зарплата, может быть, даже два раза в месяц зарплата аванс и получка, да, вроде бы это создает видимость стабильности, но эта стабильность такая вот, она, то есть она никуда не развивается, то есть она всегда так будет. То есть если у вас есть сейчас зарплата 10 тысяч там или 15 тысяч, то вы, в принципе, ну, из нее практически не выпрыгнете, вы всегда будете так и получать. Второй квадрат, это левый нижний угол, это собственное дело. То есть кому уже надоедает работать по найму, все равно рано или поздно приходит такая в голову мысль, что надо что-то делать свое, надо работать на себя, хватит уже работать на дядю и открывает свое собственное дело. Ну, такие, в общем, такие небольшие и пешные, как говорится, предприятия, то есть может быть это парикмахерские, может быть это салон красоты, может быть это какой-то магазинчик, может быть это какое-то небольшое производство какой-то, допустим, мебели, вот такое. По сути дела, да, здесь уже чувствуешь свободным себя, работаешь на себя, но опять здесь очень много рисков, потому что прежде чем открыть свое дело, нужно вложить такое энное количество денег, я думаю, что, ну, не знаю, даже в небольшое дело надо, наверное, ну, не менее... 100-100 тысяч, наверное, вкладывать, потому что это уже даже взять парикмахерскую или какой-то салон красоты, или может быть какой-то маникюрный салон, нужно будет снять в аренду помещение, нужно будет туда закупить какое-то оборудование, нужно будет, если, допустим, магазин открываете, скорее всего, возьмете продавца, если даже вот этот же магазин открываете, надо будет завозить товар, то есть это все связано с такими денежными вложениями и, в принципе, с такими тоже немаленькими рисками, потому что еще неизвестно, получится ли у вас это дело. Возможно, что вот, ну, не пойдут, может быть, к вам люди, или, может быть, уже вокруг много каких-то вот надо, то есть найти какую-то такую нишу, где еще никто не зарабатывал, тогда, конечно, к вам люди попрут, и у вас будет доход. Но, как правило, собственное дело начинает приносить доход только через, ну, так вот, чтобы уже, как бы избыток денег, только примерно где-то через 3-4-5 лет. То есть, если вы хотите ждать 3-4-5 лет, то, конечно, собственным делом заниматься нужно. И еще вот есть такая статистика, что 90% предприятий, малых предприятий, которые созданы людьми, да, физическими лицами, они разваливаются в первый год жизни. То есть, вот, 90% не доживают, и потом только через 5 лет, по-моему, доживают только 5% вот этих предприятий. То есть, посмотрите, здесь, значит, как-то тоже так, не очень хорошо. И вот собственными делами занимаются 15% всего населения. И если взять вот два этих квадрата сложить, рабочее и собственное дело, у меня, кстати, здесь ошибка только сейчас заметила, собственное дело. Ладно, собственное. Вот в этом квадрате зарабатываются людьми 10% денег. Представляете, то есть 95% населения зарабатывают 10% всех денежных средств. А кто же зарабатывает остальные 90% денег? Это у нас правый квадрат, вот такой, вверху бизнесмен и внизу инвестор. Что же это такое? Бизнесмен – это уже такой крупный бизнесмен по сравнению с собственным делом. То есть, это уже когда у тебя бизнес развился, возможно, у тебя сеть каких-то салонов, да, красоты, сеть каких-то фабрик, может быть, сеть магазинов. То есть, уже, то есть, вы вышли из тех 5% собственного дела, и вы развиваете свой бизнес дальше. Тогда вы уже, конечно же, нанимаете других людей, чтобы они работали на вас. То есть, уже сами, допустим, такими мелкими какими-то продажами, закупками, там еще какой-то организацией не занимаетесь. То есть, получается, что другие люди работают на вас. Конечно, здесь доход большой по сравнению с прошлыми двумя сегментами. Ну, свобода тоже, конечно, свобода здесь уже больше, потому что все-таки уже на вас работают. Вы не всегда можете, ну, не обязательно, да, можно где-то присутствовать на самом производстве, не всегда можно смотреть там, да, что делают люди, которые уже работают на вас. Но, опять же, здесь такой большой риск, что если вы не будете это все контролировать, то, скорее всего, у вас тоже есть такой риск, что у вас все ваше производство, весь у вас бизнес может загнуться. То есть, все равно здесь такие риски есть. И четвертый, самый такой вкусный сектор – это инвестор. Это когда вы уже заработали много-много денег, и вам уже самим уже работать не нужно, уже деньги могут работать на вас. Вы можете их вложить, допустим, в какие-то, ну, в какой-то бизнес даже, да, вот в этого же бизнесмена можете вложить. Можете где-то там в банке, да, под проценты. Можете купить недвижимость, может быть, сдавать недвижимость, да, кому-то, вот тем людям, которые занимаются собственным делом. То есть, уже деньги сами по себе работают на вас. Только нужно, конечно, смотреть и с умом их вкладывать. Здесь уже очень большие доходы и, в принципе, абсолютная свобода. То есть, если у вас есть свободные деньги, вы их вложили куда-то, там, чтобы вам уже проценты, по сути дела, пассивный доход, да, вышли на пассивный доход и будете зарабатывать и путешествовать и заниматься всем, чем хотите в это время. То есть, это самый такой вкусный сектор, сектор-инвестор. Вот, и сейчас, ну, конечно, мало народу, ну, давайте все равно вас спрошу. Я думаю, что все вы эти сектора знаете, в каком бы секторе вы хотели оказаться. Напишите, пожалуйста, в чате, какой сектор вообще самый такой вот привлекательный для нас с вами. Давайте, я долго не буду ждать, потому что все-таки время у нас идет. Я думаю, что вот эти правый сектор, справа, который находится, это бизнесмен и инвестор. То есть, мы приходим сюда, в принципе, зарабатывать большие деньги. Пока что мы получаем не так много, да, денег, когда только начинаем свой бизнес и когда уже приходит нам пассивный доход, когда у нас развитие идет по структуре, то мы уже, в принципе, становимся инвесторами своего рода. То есть, нам уже идет пассивный доход, мы уже можем вот эти денежки, которые получаем, можем куда-то вложить. То есть, вот эти два сектора, они такие самые вкусные, и нужно к ним стремиться. И так как мы все попали в наш проект Парус, хочу немножко озвучить, чем же он все-таки этот проект уникален по сравнению с другими. Ну, то, что, конечно, я не берусь говорить, что там, допустим, у нас лучше, там хуже, то есть, сравнивать, вот так это все-таки будет некорректно. Но я скажу то, что есть у нас. Так, слайды. Скажите еще, только у Даши слайды не показывают? Еще у кого слайды не показывают? Все сразу. А, перешло, да? Ну, это, наверное, какой-то завис такой бывает в системе. Так, в чем же уникальность нашего проекта? Первое, это у нас есть готовая пошаговая система, которая ведет к гарантированному успеху. Почему я здесь вот даже, не знаю, подчеркнуть можно, что гарантированному успеху? Потому что, если вы будете делать именно вот все так, как нужно делать, то успех, конечно, будет гарантирован. То есть, вот так вот. Гарантирован успех будет. Так, второе здесь, что уникальное. Бесплатное ежедневное обучение. Каждый день у нас по 2-3-4 вебинара проходит ежедневно обучаемся. То есть, у нас, по крайней мере, воскресенье у нас только не задействовано, но воскресенье мы встречаем тоже со своими партнерами, возможно, на Ичкаре, и уже, ну, там, индивидуальное обучение. То есть, каждый день обучение. И если вы не можете, допустим, зайти на вебинар, вы всегда можете посмотреть записи. Также у нас очень часто, практически всегда, организовываются квесты, марафоны. То есть, такой соревновательный эффект, он всегда присутствует. Потому что это помогает тоже людям, ну, как бы человек, если скажет, что один двигается быстро, да, что-то делает, что-то у него получается. А почему я не могу что-ли так же делать? То есть, вот такие соревновательные эффекты, они очень важны. И сейчас, знаете, у нас школа, школа актива, она у нас называется интенсив, она идет. Марафон у нас идет, и очень много тоже таких вот марафончиков, все равно оно проходит. То есть, постоянно такая движуха, постоянно люди вовлечены, и благодаря этому все-таки получается результат. Четвертое – это качественное сопровождение. Доводим каждого до результата. Если человек пришел сюда строить бизнес, и если у него есть такое желание строить бизнес, то поверьте мне, что его, ну, в общем, не оставят в покое даже спонсоры, да, что научат всему, что нужно сделать, то есть это вот, и в этом состоит качественное сопровождение. Но это, конечно, преусловие то, что если сам человек хочет добиться какого-то успеха, если человек сидит дома, и ему спонсор звонит, ну, давай поработаем, ну, давай поработаем, ну, давай что-нибудь сделаем, а человек говорит, ну, мне некогда, и сегодня у меня, там, день рождения у тещи, там, завтра у меня кошка рожает, послезавтра у меня мышка рожает, там, или еще кто-то, тогда понятное дело, что тут хоть сколько человека засопровождайся, насколько качественно, все равно результата не будет. Пятое – это общение практически круглосуточно. Ну, давайте, конечно, ночью будем спать, но все-таки не было еще такого случая, что кто-то, допустим, вышестоящие спонсоры, наставники не ответили, или, допустим, мне кто-то звонит, чтобы я не ответила. То есть, если, ну, какое-то бывает такое, что сбой, может, в системе, может быть, что-то все равно, все друг другу перезваниваются, что так вот, допустим, без ответа, такое не бывает. Ну, совместное планирование, это тоже к этому же относится, и поддержка на каждом этапе. То есть, совместное планирование как происходит, то есть, человеком списываемся, или в скайпе созваниваемся, или как-то по телефону, да, и уже какие-то совместные планы строим, допустим, на каталог. То есть, с кем, кем, какого уровня хочешь, допустим, ты вот быть в этом каталоге. Ну, допустим, человек говорит, если он 12%, я хочу выйти на 15%. Что для этого нужно сделать? Нужно сделать столько-столько-то, сколько-то товарооборот, столько-то пригласить людей, каким образом вы будете их приглашать, где вы их будете брать, чем я вам смогу помочь. То есть, вот это вот совместное планирование, оно так вот осуществляется. Ну, и благодаря тому, что столько у нас шагов, много таких вот качественных и очень продуманная такая система, у нас быстрый старт. То есть, не нужно раздумывать. Буквально человек, если к нам приходит работать, буквально сутки, двое, трое запускается. Если человек быстро стартовал, то, по сути дела, у него будут и быстрые результаты. Основа нашего бизнеса – это личное потребление, это не продажи. Ну, вот здесь, может быть, некоторые могут, ну, скажут, да не, да надо же покупать товар, каждый каталог надо же там что-то делать. Но вот вас вообще, честно говоря, ну, никто не заставляет каждый каталог что-то покупать. Если вы пришли как потребитель для себя, пожалуйста, купите себе одну помаду в год, если вам ее хватит на год, одну зубную щетку, одну зубную пасту. И никто ничего не заставляет. Но это если вы как пришли потребитель. А если вы пришли строить бизнес, то, ну, извините меня, вам, ну, кто просто так что-то даст? То есть, если вы сами не поработаете, если вы сами не научитесь делать товарооборот в своем личном магазине, то и понятное дело, что ничего не получится. А каким образом вы будете личный товарооборот делать, либо вы будете покупать себе, может быть, вы будете совместные покупки организовывать, маме, папе, дедушке, бабушке, дядям, тетям. То есть, это уже, как говорится, ваши проблемы. То есть, мы не продаем, мы покупаем себе. Ну, и как следствие того, что вот у нас эта система вся работает, все-таки она выходит на гарантированный доход. При условии, конечно же, что все будет делаться так, вот как положено. Так, ну, сейчас еще таких нескольких слайдиков. Может быть, ну, наверное, все уже знают наших девчонок, которые достигли успеха. Это Лена Рублева, наш сейчас бриллиант. Она уже 10 лет в бизнесе, дважды мама. В бизнесе они вместе с мужем Димой. И за последний год они закрыли, вот слайд у меня был подготовлен, 4 звания, по-моему, или, знаете, я могу ошибаться, в общем, они закрыли 4 или 5 званий, в том числе уровень бриллиант. Потому что так это все быстро происходит. Одно, второе, третье, четвертое звания. Поэтому я, может быть, могла ошибиться. Или 4 или 5 званий они за год закрыли. Так, второй давайте посмотрим. Вот Настя, наша Лобовикова, да, которая и позвала вот многих из нас сюда в бизнес. Она полтора года в бизнесе, дважды мама. И за последний год она закрыла 3 звания, в том числе уровень золотой директора. Это вообще здорово, она получает большие деньги, она уже путешествует. Вот это у нее фотография, видите, на пони-лайнера, на котором она плавала по Средиземному морю. Вот, в принципе, такая вот обычная девчонка, да, из обычной, ну, в принципе, деревни, да, Вожгалы. И вот она ездила на лайнере в круизе, не успев вернуться из круиза, она тут же, значит, полетела в Болгарию. То есть вот такая жизнь кипит ключом. Так, дальше еще. Это уже наши ближайшие спонсоры, это Надежда Резинина. Тоже за 6 месяцев она сделала уровень директора в нашей компании, хотя она пришла, в принципе, не на бизнес, пришла как потребитель. Ну, вот видите, все возможно. Можно из потребителей выйти в бизнес, и все получится. Так, это Вика Решетникова, это в команде Саши Леонтьевой тоже, да, Лену Рублевой. Она за год, где-то примерно год в бизнесе, и за 3 месяца она достигла уровень директора. То есть вот это тоже возможно. Она тоже мамочка в декрете. И, ну, если, допустим, вот эти люди смогли это сделать, то и другие тоже, в принципе, смогут. Это ведь, ну, понятно, что если бы никто не достигал здесь вот никакого успеха, тогда бы понятно, что бы нас тут было бы делать. Но никто бы не получается, так и нам тоже, в принципе, не стоит пробовать. А если есть люди, которые, ну, это я еще, вы знаете, только 4 таких, ну, как бы ярких примера ставила, но есть еще много-много примеров, которые, может быть, чуть-чуть подольше, но они тоже все-таки сделали свои результаты и получают свои бонусы здесь. Так, и что же вообще, что за компания такая Reflame, с которой мы работаем? Компании, конечно, сейчас сетевых развелось очень много. По-моему, их в России зарегистрированы только легально 400 штук. Представляете? И как вот, ну, все говорим, что это бизнес 21 века, что вот надо в сетевом работать, что тут можно пассивный доход получать, что здесь все время растущий доход, но ведь нужно компанию выбрать с умом, никакой попало подключаться. И как раз вот наша компания Reflame, она соответствует как раз таким всем критериям выбора сетевых компаний. Во-первых, она уже не первый год, то есть вот вообще тоже, как и в любом бизнесе, часть сетевых компаний, они, ну, вот такие новички сетевых компаний, они тоже рушатся, уходят никуда в течение года, двух-трех, то есть до пяти лет очень многие компании сетевые вообще просто не доживают. Это если говорить о том, что, ну, говорят, что надо в свежую сетевую компанию, идти в новую, когда еще продукта ни у кого нет, что вот сама, да, лучше. А у нас возраст компании уже 50 лет. То есть 50 лет компания работает, она никуда не сливается, она никуда не уходит, она вообще, ну, она как есть, так и есть, она все время только растет. Международный бизнес, 60 из двух странах мира. Это говорит о том, что Арифлейм, он ведь если заходит в какую-то чужую страну, он же должен подстраиваться, наша компания должна подстроиться под их законодательство, то есть это же все официально на работе, в 62 странах мира. То есть здесь, в принципе, комар носа не подточит, все официально, все легально. И Арифлейм все-таки известный раскрученный бренд, не надо, допустим, людям говорить, что вот ты знаешь Арифлейм, вот я еще ни одного человека не встречала, чтобы мне сказал, не, я не знаю Арифлейм, а что это такое? То есть все равно все уже знают эту компанию, чем там пришел какой-то новый, да, сетевой компанией. У меня, допустим, компания там, рога и капуто, слышали я такой? Ну, конечно, они никто не слышал. Так, и Арифлейм продвигает товары массового спроса более полторы тысячи наименований. То есть это как раз те товары, которыми мы пользуемся повседневно. То есть мы чистим зубы, душимся, декоративной косметикой пользуемся, простой косметикой пользуемся, витамины едим, едим, потому что это, в принципе, как бы еда, да? Вот, то есть то, что вы все равно покупаете в других магазинах, допустим, магнит косметика, вам, ну, не одна ли, какая разница, где покупать? Идите и покупайте в своем магазине. То есть вот это как раз товары массового спроса. И они долго не залеживаются, то есть вы все равно каждый день зубы чистите, у вас зубная паста все равно закончится. То есть вы все равно придете, допустим, через месяц, через два ее снова покупать. Быстрая и удобная доставка. Вам не надо ждать месяцами, чтобы... вам пришел. У нас более 4 тысяч СПО по России. И есть даже вот сейчас у нас в Кремезе открылся СПО. Я так до сих пор как-то совсем не верится. И такая гордость, что у нас все-таки это есть. Сегодня как раз доставка скоро придет, Надежда Семеновна принимает. И очень доступная цена. По сравнению даже с другими магазинами, тоже можно сходить прямо с каталогом и посравнивать, сколько стоит у нас, допустим, мыло или зубная паста или зубная щетка и сколько стоит в магазинах. И посмотрите еще, какие у нас бывают супер акции. До 90% скидки, вот допустим, в этом каталоге зубные пасты по 99 рублей. Ну, почему бы не купить их и почему бы их не купить несколько штук. То есть я купила всех разновидностей, то есть их сейчас хватит надолго. То есть очень доступные цены и очень много товара, который пользуется спросом как раз у населения. Еще очень важна такая категория товаров это Wellness. Что вообще такое себя представляет Wellness? Это здоровый образ жизни, здоровое питание. То есть это как раз вот сейчас такое направление идет, такая волна. То есть сейчас быть здоровым, быть красивым, это модно. И посмотрите, Wellness не только в Арифлейме, а вообще вот это слово Wellness, оно везде звучит, везде. И во многие компании тоже к нему обращаются, что это товары, именно направленные на здоровье человека. они сейчас очень пользуются спросом. То есть у нас есть и витамины, у нас есть коктейли, у нас есть супчики, батончики, витамины для детей. То есть вот это как раз все эти добавки, которые нужны нашему организму для поддержания его жизнедеятельности. И вообще очень много даже таких историй от людей, которые принимали, допустим, коктейли, похудели. То есть есть такая даже для похудения и для потолстения, кому что нужно. Есть программы специальные такие, 12, допустим, недель до новой из тебя. Вот я видела, да, много в интернете таких программ. Они есть, они конкретно, это не то, что кто-то придумал, допустим, я купила коктейли, начала себе какую-то программу, придумала для похудения. Они есть официальные, они разработаны как раз Арифлеймом. То есть они есть. Вот. Ну для детей, конечно, рыбий жир это уже однозначно надо всем принимать, даже не буду на нем останавливаться для работы головного мозга. Это очень нашим деткам нужно. То есть вот эти все как раз востребованные продукты, которые нужны нашему организму, чтобы хорошо прожить и долго, долго прожить, долго и качественно жить. Так, еще очень высокое качество продукции, есть сертификаты на них все, они все исследованы. И очень большое такое преимущество Арифлейма, да, по сравнению с другими компаниями, ну не со всеми, конечно, компаниями, но то, что есть свое производство. То есть здесь уже, в принципе, мы застрахованы от подделки, то есть мы на своем производстве, допустим, помаду сделали у нас в Ногинске, да, под Москвой, мы уже знаем, что она пришла оттуда, а не там где-то, допустим, какие-то, не знаю, вьетнамцы, может быть, там в Кирове, в подвале, что-то сделали, там намесили. То есть она застрахована от подделки, потому что собственное производство и потому, что у нас прямая продажа, то есть от производителя сразу к потребителю. Собственное производство всего в 5 странах, Швеция, Россия, Китай, Польша, Индия. Вот. Есть научно-исследовательские центры, там работают более 100 ученых, институт кожи в Стокгольме, то есть все опыты, да, которые проводятся, допустим, когда новая косметика разрабатывается, эти все опыты проводятся в институте кожи, но они проводятся не на животных. То есть, вот знаете, вот такая лапка такая, да, я не помню, как это значок называется, но это как раз вот защиту окружающей среды, вот такой, с такой лапкой, что мы, ни одно животное при разработках не пострадало. Сначала используются, значит, идут разработки, заговариваюсь уже, то есть сначала на искусственной коже это все отрабатывается, технология, потом, когда уже, ну, все уже отработана, технология, потом уже набирается группа добровольцев, людей, которые уже используют эту, допустим, косметику на себе, но при том, они застрахованы, при том, им за это платят деньги, то есть это не так, что, ну, не знаю, тут, то есть очень, ой, смотрите, Маргарита пишет, потолстеть бы, обычно у всех людей похудеть бы, Маргарита, чтобы потолстеть, надо коктейли, пить плюсом к еде, тогда потолстеете, а если хотите похудеть, тогда надо немножко еду сбавлять и есть одни котели, вот, очень еще вот такой известный стандарт качества это GMP, это очень мало, очень мало компаний, которые могут похвастаться, что у них есть вот такой международный стандарт GMP, так дальше поехали, какие у нас еще есть факты о компании, Магнус Брестером, главный исполнительный директор компании, является президентом Европейской Ассоциации Прямых Продаж, представляете, это вот как раз наш, наш глава, является президентом Европейской Ассоциации Прямых Продаж, Арифлейм входит в Европейскую Ассоциацию Прямых Продаж, в Российскую Ассоциацию Прямых Продаж, в Мировую Ассоциацию Прямых Продаж, то есть это все тоже официально, все легально. Так, и соблюдает, и поддерживает, конечно же, кодексы этики этих организаций. Компания также является соуссредителем Всемирного детского фонда, то есть благотворительность тоже здесь присутствует, и вы, наверное, обращали внимание, что есть такие товары у нас для благотворительности. Они есть. Так, дальше поехали. Так, ну, конечно же, у нас автомобильная программа с уровней директор. Вы можете участвовать в этой автомобильной программе. То есть компания сотрудничает с такими марками, как Шкода, Вольво, Лексус, Вольксваген, Ауди, БМВ. Может быть, я еще что-то не назвала, потому что не могла вспомнить, вспомнила только этих 6. То есть за определение, за достижение определенного уровня и то, что ваш бизнес все время будет расти, вам компания дает дополнительный бонус, денежный бонус, и вы можете на этот бонус приобрести себе машину. То есть, по сути дела, вам компания дает возможность взять машину и платить за нее деньгами. То есть, плюсом ко всем вашим заработкам. Ну, можете вы, конечно, взять автомобиль, можете потратить деньги куда-то на другое мероприятие. Может быть, вы хотите дом купить, вам не нужна машина, Вольво. Так, еще у нас, вот только в нашей компании есть менеджерские конференции. То есть, буквально с уровня 15% вы можете уже поехать куда-то в путешествие. Вот была, самая первая конференция была менеджерская в Египте, потом была конференция в Сочи, потом вот совсем недавно в Болгарию ездили у нас наши лидеры, вот буквально месяц назад вернулись оттуда. И весной будет менеджерская конференция в Хорватии. Как раз сейчас идет квалификация на нее, и если вы новичок, пришли в этом каталоге, в 14-м, у вас как раз есть шанс еще попасть на эту конференцию в Хорватию. То есть, со следующего каталога начинается ваша квалификация, но это уже последний вагон, как говорится. То есть, если вы в этом каталоге пришли, то делайте эту квалификацию срочно в следующем каталоге. То есть, потом уже таких шансов не будет у людей, которые пришли в 15-16 каталоге, они уже не смогут поехать в Хорватию. И ждем, наверное, после Нового года, объявят какую-то другую менеджерскую конференцию, еще куда-нибудь нас компания повезет. То есть, такого вообще нет ни в одной компании, чтобы менеджеры ездили за границу куда-то отдыхать на несколько дней. Так, еще очень такие классные, масштабные, такие прямо грандиозные мероприятия проходят как в Москве, так и за границей. Вот как раз я такие фотографии сюда вставила. Это как раз тоже наша команда, наши девочки ездили в Москву, вот как раз они в Болгарию, вот тут смотрите, на камнях, вдаль куда-то смотрят. Это Лена с Настей на лайнере, то есть, вот это уже, это не какие-то там какие-то фотографии, да, левые беру из интернета, а это как раз именно вот конкретные результаты конкретных людей, с которыми я общаюсь, с которыми я знакома, с которыми можно поговорить в любой момент, которых можно потрогать, пощупать, чай попить. То есть, это реальные люди, реальные истории, реальные результаты, а не какие-то придуманные. Так, ну и, конечно, наша система, в чем работы заключается? Она заключается в сути бизнеса, то есть, это для тех, кто именно хочет деньги зарабатывать, не просто пришел потребителем, а именно для тех, кто деньги пришел зарабатывать, что нужно вообще знать и что нужно уметь. То есть, такие вот семь небольших шажочков. То есть, первое, это суть бизнеса, второе, это маркетинг план, третье, это планирование, тайм-менеджмент, постановка целей, четвертое, должны изучить навыки на пути к директору, то есть, ну, все, должны знать, что должны уметь, продукцию узнать. Шестое, вот самое главное, я считаю, что это рекрутинг и методы рекрутинга. Это прямо вот такое красное выделило, что это самое главное, на нем надо обратить внимание. и сопровождение, то есть, вот эти семь составляющих нашего, в принципе, успеха здесь в бизнесе. И давайте сейчас буду конкретно рассказывать, что мы все-таки должны делать, чтобы получить все то, о чем я вот сейчас до этого говорила. Первый шаг, это мы находим пять партнеров, которые тоже хотят строить бизнес и даем им информацию о том, как заработать. именно информацию о том, как заработать, а не о том, как, допустим, пользоваться помадой, как пользоваться тенями, как пользоваться, допустим, тушью. То есть, вы, конечно, эту продукцию все должны знать, но это должны делать попутно. В первую очередь даем информацию о том, что здесь можно заработать при помощи этих же теней, помады, витаминов. Второй шаг, это учим их покупать для себя и давать информацию людям. Каким образом? Вот человек, если подключился, мы его, ему поговорим, что у нас есть вебинары, обучающие вебинары, у нас есть общение в чатах, то есть, если у новичка и даже не обязательно у новичка, хоть у кого, если возник какой-то вопрос, в чате напишите его, зададите, вам обязательно ответят. Есть видеопрезентации для тех, кто может быть, ну, наверное, не все еще находятся в бизнесе, некоторые, наверное, большинство еще работают, ходят на основную работу и не могут посещать вебинары, допустим, которые проходят два часа или в рабочее время. То есть, есть для этого как раз видеопрезентации, видеозаписи. Также мы собираем планерки, если кому-то что-то непонятно или какая-то новая тема возникает, ну, и, в принципе, это такое обучение уже в более узком таком кругу лиц, планерки. Ну, и, конечно, книги никто не отменял, читайте. Нужно минимум прочитать пять книг по сетевому бизнесу, чтобы у вас что-то в голове отложилось, чтобы что-то как-то это сопоставилось, да? Книги вообще-то, надо их всегда читать, они вообще развивают интеллект, развивают ум, развивают лексикон, в общем, все, что можно, они разливают. Так, третий шаг. Это мы учим тех пяти, пять людей найти таких же, как они, пять человек. Посмотрите, вот здесь такая небольшая табличка, почему именно пять? Вот здесь объясняю, почему именно пять человек? Это такая классика жанра, можно сказать, да? Давайте возьмем сначала для примера, если вы будете одного человека подключать, допустим, вот вы один пришли в первый месяц, вы подключили одного, вас стало двое, потом вы двое подключили еще двоих, вас стало четверо на третий месяц, потом еще эти четверо подключили еще двоих, вас стало восемь, и раз, два, три, четыре, пять, и через пять месяцев вас стало шестадцать. То же самое, вы посмотрите, если вы будете обучать трех человек, то есть найдете трех и будете их обучать, да, по этой системе. Сначала вас трое, потом вас 9, потом вас 21, потом 81. А что же будет, если вы подключите 5 людей? Вы, в принципе, ну, не намного людей больше пригласите. Ну, в принципе, 2 человека вы пригласите или 5. Но смотрите, уже здесь какая статистика будет играть. Сначала вас будет 5, потом вас будет 25, потом будет 125, потом 625. Вот смотрите, какая разница. Либо 16 человек вас в команде будет, либо 625. И представляете, если эти 625 человек, даже вот если может, ну, пусть они пришли не на бизнес, если в таком, да, ну, не самый лучший вариант. Если 625 человек купили товары на 1000 рублей, это получилось 625 тысяч рублей у вас товарооборот. 625 тысяч. Это, в принципе, уровень золотого директора. Все, на этом слайде заканчивается. 625 человек приглашаете, все, и вы будете золотым директором, 100%. Так, ну, ладно, пока не расходитесь. Давайте еще там еще что-то у меня есть. Так, четвертый шаг. Учим их учить. То есть, объясняем, чтобы они уже объясняли своим партнерам первые шаги, как регистрировать людей, как заводить пароль, как заходить в личный кабинет, как делать заказ, как добавлять чаты, расписание вебинаров, планерок. То есть, чтобы вот эти пятеро, они уже участвовали как раз в этой такой жизни. То есть, учились, учились уже сами. Так, пятый шаг. И пятый шаг. Учим их делать предыдущие четыре шага. То есть, контролируем, чтобы они прошли первый, второй, третий, четвертый шаг, чтобы они все знали, чтобы все умели, чтобы сами проводили вебинары, планерки. Сами уже искали людей тоже вот этих пятерых. И ищем потом следующие пять человек, чтобы нам дальше развиваться в следующих своих командах. Так, вот здесь такая, так, не схематично показала первую группу, когда вы приглашаете партнеров, и когда партнеры ваши приглашают своих партнеров, мы строим вот эту первую веточку, первую группу вместе. Вот эта левая такая веточка. Вот. Все друг другу помогаем, строим друг по другу такую морковку, все под себя. Это делается для того, чтобы у нас, ну, в принципе, не заканчивался прирост новичков в команду. То есть, если, допустим, если я пригласила, допустим, Лену, а Лена пригласила, допустим, Машу, а вдруг потом Лена не стала работать, не захотела, да, и она уже никого приглашать не будет. Но Маша-то ведь она хочет работать, она будет сюда вниз все равно приглашать. А потом, может быть, вот Лена проснулась, снова захотела работать, и она туда снова подключает людей уже вниз в команду, то есть вниз этой веточки. То есть, по сути дела, все равно в команде найдутся там два, три, четыре, пять, там, десять, да, человек, которые хотят развивать бизнес, которые уже эту веточку не бросят, она будет у вас расти всегда. И за это то, что вы построили такую веточку и помогли своим партнерам, вы получите премию 1000 долларов. Это на уровне директора. А потом уже самостоятельно начинаете строить вторую веточку. И вторую веточку, когда вы построите, вам дадут премию в 1500 долларов. Это же вообще здорово, что такие деньги здесь можно получить за работу, проделанную в принципе один раз. То есть научиться один раз и сделать. Сейчас давайте я так много говорю, а о деньгах еще ничего не рассказывала. Сколько мы чего здесь можем получить. Смотрите на уровне директора. У вас количество групп в такой веточке должна быть одна такая целая, где баллов 7500. Так, про баллы я тоже ничего не сказала. Ну, это, наверное, уже всем понятно, что товарооборот считается в баллах. Сейчас балловая система, она практически везде. И на заправках, и в банках, и где-то, где только сейчас этих баллов нет. Везде начисляются баллы за товарообороты. И у вас тоже все это в баллах. Если товарооборот 7500 баллов, то вы будете получать среднемесячный доход. 33 тысячи рублей. И премию вам дает компания 1000 долларов. Если у вас такие будут две веточки по 7500 баллов, то вы будете получать уже доход 50 тысяч рублей. Но если это в рублях, да, перевести. Так, 7500 баллов. Это товарооборот примерно 300 тысяч рублей. Ну, 250-300 тысяч рублей. Вот в таком диапазоне. Групповой товарооборот. А если у вас будет уже две такие конкретные веточки, 75 тысяч рублей вы будете получать. Ну, это все читать не буду. И на уровне бриллиантового директора, когда 6 веточек. Я почему так останавливаюсь? Это у нас есть девочки. Вот Настя на старшем директоре. Она получает где-то 75 тысяч рублей. Ну, там плюс-минус все равно какая-то разница есть. В среднем 75. Лена рублева, допустим, у нее 6 веточек сейчас конкретных есть. А у нее премия 6 тысяч долларов и 212 тысяч доход. Смотрите, как здорово. То есть на 200 тысяч семьей прожить это не вообще. Это только, наверное, мечтают 80% населения. Но исполнительный директор уже получает полмиллиона рублей. Действительно, полмиллиона рублей получить в месяц. Плюс еще, конечно, вот эти все премии. Тысяча долларов, полторы тысячи долларов, две тысячи долларов, три тысячи долларов. То есть вы их все будете попутно получать плюсом еще к этому среднемесячному доходу. И плюсом сюда еще прибавьте путешествия и прибавьте еще автопрограмму. Так, и что же нужно вообще делать, чтобы по этой нашей карьерной лестнице нам идти? Немножко отвлеклась. Так, если у вас будет заказ на 100 баллов, то вы что будете с этого иметь? Будете иметь скидку с этой продукцией 20%. Это для всех консультантов, которые пришли. Также вы будете получать бонус премьер-клуба. Это 5% как раз от вашего товарооборота. Вы будете участвовать в стартовой программе для новичков 4 каталога. И участвовать во всех акциях и программах компании, которые компания вам предлагает. Акции вы во всех будете участвовать. Что же вы получите, если ваш заказ будет 150 баллов? Вы получаете скидку 20%. То есть это все, кто подключается сюда, 20% скидку получают. Так, бонус премьер-клуба также 5%. Обратите внимание, здесь уже все больше и больше у нас бонусов по сравнению со 100 балльниками. То есть на третий каталог вы получаете скидку 50% на любой продукт. То есть выбираете самое дорогое, то что есть в каталоге, и покупаете себе с 50% скидкой. Я, по крайней мере, так делаю. Участвуйте во всех акциях компании. Это у вас будет первый уровень вашей лестницы успеха 3%. То есть 3% с вашего личного товарооборота уже вы будете получать. Плюс накопление вашей скидки. Она начинает, то есть ваш доход уже копится на вашем личном счете, на вашем скидочном счете. Не помню, как он называется. В общем, на вашем счете именно в вашем личном кабинете. И возможность сделать заказы из спецкаталога для участников премьер-клуба. Ну и достаточно быстрый рост 150 баллов. Есть еще такая программа, когда человек делает заказы на 250 баллов. Что будете иметь с этого? Ну также скидка 20%, бонус премьер-клуба уже 10%, не 5%, как предыдущих двух. 50% скидка, но любой продукт также можно самый дорогой выбрать. Участие во всех акциях и программах. Уровень 3% первая ступень лестницы. То есть еще 3% вам дается уже скидочка. Накопление скидки. Начинает копиться ваш доход. Возможность делать заказы из спецкаталога для премьер-клуба. А вот еще то, что плюсом вы получаете. Это эксклюзивно закрытые вебинары от экспертов Арифлейм. Часы в подарок за участие в программе. Если 17 каталогов вы участвуете, 250 баллов делаете, то получаете часы в подарок. Такие хорошие, с камушками. Я видела красивые. И быстрый рост. Так, вот насчет роста. Посмотрите, я здесь просчитала, сколько вы будете получать деньга. Если вы сделаете заказ на 1000 рублей, то есть 800 рублей это ваша скидочка, плюс 200 рублей бонус 5%, вы получаете 1000 рублей скидками, плюс подарки стартовой программы. Подарки стартовой программы за 4 каталога стартовой программы вы получаете подарков на 18. И чтобы стать директором, вот допустим 100 баллов у вас будет ваша структура делать, то нужно подключить 75 человек, чтобы вы стали директором. Если, а еще вот еще, да, написало, что это заказ примерно на 4000 рублей. То есть вы заказали себе продукцию на 4000 рублей, получили значит 1000 рублей, и сразу считаете в первом каталоге, плюс подарки стартовой программы на 18.000 рублей, и 75 человек подключили, и вы директор. Если вы делаете заказы на 150 баллов ежекаталожно, это в сумме примерно 6000 рублей, то вы получаете, а здесь все скидочки суммировало, вы в деньгах получаете 1680, плюс подарки стартовой программы на 18.000 рублей, и надо подключить 50 человек, и вы станете директором. При заказах на 250 баллов, это по сумме примерно получается 10.000 рублей, вы получаете уже в самый первый каталог деньгами, ну то, что скидками, да, пока вы не ИП, вы деньгами получить не можете. Когда откроете ИП, вот эти все деньги, они уже будут конкретно вам переходить на счет, будет перечислять вам компания на счет. 3300 рублей, это значит в первом же каталоге вы получите скидочку, и плюс стартовая программа 18.000 рублей, и посмотрите, для того, чтобы стать директором, нужно всего 30 человек пригласить по 250 баллов, научить их работать, и вы станете директором. Конечно, я не скажу, что это очень просто, но вот так вот, если цифры такие посмотреть, да, арифметику, в принципе, это все возможно. Так, дальше. Здесь вот еще в слайде показала, вот это как раз стартовая программа, картинку. Смотрите, за первый шаг вы получаете молоко и мед серия, второй шаг у вас получается The One продукция, и, как она забыла, как называться, напомните мне, крема для осветления кожи Optimals, так, третий шаг, это у нас Giordani Gold, такая серия очень известная, и четвертый шаг, вот такой она мужской и женский шаг, то есть выбирайте уже, какой вам лучше, либо мужской, либо женский делать. То есть вот эти вот, как раз вот эти стартовые программы, вот это вот, они стоят 18.000 рублей, для вас, для вас бесплатно. Так, ну и еще раз напомню, в чем уникальность нашего проекта. Готовая пошаговая система, бесплатное обучение, соревнования, качественное сопровождение, общение 24 часа в сутки, быстрый старт, основа бизнеса – личное потребление, ну и, как следствие, это гарантированный доход. Что будет завтра, решать вам. Помните, пока вы в раздумьях, с вами или без вас, мы заработаем достойные деньги. Не теряйте времени, действуйте прямо сейчас. И свяжитесь с тем человеком, который вас пригласил, вас в Арифлейн, и дал ссылку на этот вебинар. На этом у меня слайды закончились. На этом я с вами попрощаюсь, если у вас нет вопросов. Пишите, может быть, есть какие-то вопросы. Давайте, пока вы думаете про вопросы, я вам включу еще вот такой ролик. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!